Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греши. Мы озвучим из нашего библейского православного сайта вопросы и ответы. Это пока идёт шестой пункт. Это о вере. Сейчас мы будем сейчас засчитывать. Пожалуйста. Вопрос 2278. Девятый том открытым ухом. Книга чисел 11.25. И сошёл Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нём, и дал семидесяти мужам старейшинам. Это мы читали уже. Когда почёл не в дух. Да, да, это мы читали сегодня. Нет, не считали. Дальше. Ну, мы считали. Потом толкование Феофилакты читали, что это. Ну, это вот это только, да. Ну, нет. Как оно оказывается так, что двое, я не знаю. Так, вопрос 3010. 15-й том открытым оком. В первые века люди часто уверовали во Христа через чудо. А как ныне? Ответ. В нашей общине есть и такие. Может показаться, что чудо незначительное, но для получившего милость от Господа это чудо великое и придивное. Кавычки открыты. Мои родители были неверующими, и я жила мирской жизнью, не зная Бога. Вышла замуж, родились дети, и они выросли неверующими. В 1982 году у меня на руках приключилась экзема, которую долгое время не могли вылечить никакие врачи. Моя тетя Груня, верующая, посоветовала мне ходить в церковь и молиться о своем недуге. Я последовал ее совету. Начала покупать нужную литературу. Учить молитвы. На богослужении многого не понимала из-за славянского языка. Но ходила и молилась. И стала моя болезнь постепенно проходить. «Настал день, когда Господь меня полностью исцелил. Это было для меня откровением в силу Бога. Не нравилось в храме то, что прихожане разговаривали. Ходили по храму во время службы. Себя я чувствовала там одинокой. Прихожу одна и ухожу, никем не замеченная». Стала по радио слушать передачи на библейскую тему. Но получилось как-то так, что слышала конец этих выступлений и не знала, кто их ведет и когда они еще будут. И вот в один субботний вечер в Никольском храме я встретила свою знакомую Тарасову Лидию Павловну. Она мне рассказала, что ходит на занятия в Политехнический институт, где занятия ведет Лапкин Игнатий Тихонович, выступление которого я слышала по радио. Занятия ведутся по изучению Библии. В марте 1996 года я пришла первый раз на занятия. В это время изучала Деяния апостолов, глава 13. И с этого времени я стала регулярно ходить на занятия. Если раньше, читая Библию, я многого не понимала, то на занятиях давалось оттолкование Библии. В скором времени мне разрешили посещать службы Крестовоздвиженской общины. 18 августа 1996 года я принял окрещение с полным погружением в озере села Потеряевка Мамонтовского района. Я была зачислена в члены общины. Если сравнивать службу в Крестовоздвиженской общине со службой в других храмах, то это как небо и земля. Там одиночество, неудовлетворенность. А здесь большая дружная семья, которая и узнает, и поможет, и поддержит в трудную минуту. Службы стали приносить душевную радость. Господь стал для меня источником радости и опоры. Надвигающееся объединение церквей у меня вызывает беспокойство за прочность состояния будущего нашей общины. Мое мнение, лучше бы этого объединения не было. Зубрицкая Александра Ивановна Яшина. Значимость наша в собственных очах так велика, как нам не осознать. Иной сморщок давно в грехах зачах, и помнит матерщине только мать. Но как цепляется за жалкую жизнешку, спит с пистолетом, с финкой под подушкой, и кажется себе таким хорошим, что мило, дорого и недругом послушать. Мы тянем одеяло на себя, готовы лакомым кусочком подавиться. В душе берлоги все драконы спят, в любой момент за нас пойдутся свистом. Не прикоснись и слова не скажи. Такие недотроги из ЦК КПСС мгновенно выхватим мыятаган-ножи. Во всем величии не человек, а бес. Не о другом, а о себе вещаю. Так и ломился бы бульдозером в карьере. Мы легче пустоты с нажитыми вещами. Со страхом прошлое на нынешнем примере. Узнал, услышал, что за мои грехи во искупление меня Иисус страдал. Дела мои, как и пекрис, плохи. Другим бы стать, а то мне раз рыдал. Благословен тот дом и с книгой стол. Та книга Иисусова послания. С креста Голговского меня коснулся стон. Я с Даниилом пал на согнутые длани. За пленных там был выкупа совершен. Моя цена дороже всех сокровищ. Ценил я ранее лишь хижину горшок. С тех пор с душой и телой мы не ропщим. Пора с земли, пластает боль жилье. Пусть без меня любуются природой. Для Господа я ценен и больной. Без девальвации, дефолтов и за гробом. 15.02.06. Игнатий Лапкин. Вопрос 3033. 16. Том открытым оком. Бывает же, что при начале поиска спасения, человек посещает несколько разных собраний. Как получается, что в конце он все же избирает именно одно и тому верен уже до конца? Ответ. Если речь идет о выборе между разными сектами, то там ищут, где красочнее, интереснее, где больше помогает материально. А вот если кто-то ходит к еретикам и был у православных и еще как-то продолжает ходить в храм, то это быстро затухает. Выбор почти абсолютно всегда в пользу сектантов. Но иногда бывают редкие исключения, когда у православных тоже изучают Библию. Кавычки открыты. Еще в детстве, когда моя мама перебирала вещи в шкафу, я подумала, неужели так можно прожить всю жизнь? Уже тогда у меня стали возникать вопросы о смысле жизни. В юности я искала в людях мудрости, особенно в преподавателях института, где я училась. Но все окружающее не удовлетворяло меня. С другой стороны, я чувствовала, что мир меня не принимает. То, что было интересно для моих знакомых, мне было чуждо. Да и друзей-то у меня практически не было, так как они не разделяли мои интересы. Вышла замуж. Родились дети. Муж меня очень любил. Можно сравнить только со сказкой. Думала, ну вот, мое счастье, любящие муж и дети. Но нет. Счастья это не дало. И поиски смысла жизни у меня продолжались. И вот пример, когда Бог, используя плохое, превращает его в хорошее. Я часто болела простудными заболеваниями. Просто не была рада жизни. Просто не была рада жизни. Не было. Как это не было? Не была рада жизни. И в отчаянии записалась группу здоровья, где ее члены купались в проруби. Эта группа была связана с подобной группой Новосибирского академгородка. Вскоре я с ней познакомилась. А там были люди умные, ищущие нечто духовное. И вот Володя Иткин, сейчас его уже нет в живых, повез нас к барнаульскому православному проповеднику Игнатию Лапкину. Это было в субботу вечером. Он вышел из Покровского собора, одетый в весеннее пальто и кирзовые сапоги. Следуя за ним, я подумала, что же интересно может сказать нам этот крестьянин. И вот впервые я слышу о церкви, о Христе. Какие глубокие у него знания религии, подумала я. Темная бабушкина вера превратилась в яркий свет. Вскоре после этого моя мать мне говорит, что у них на работе баптист Миша Акулов приглашает на собрание, где можно получить Библию в подарок. «Недолго, думая, я пошла. Мне было очень странно видеть взрослых людей, благоговенно молящихся Господу. От них исходило почтение и любовь к имени Иисуса. Какие хорошие! Трогательные проповеди о Христе я здесь услышала. Я не все понимала, о чем говорилось. Одновременно с посещениями баптистов я ходила на занятия к Игнатию Тихоновичу. Его лекции я нашла более глубокими и обширными, чем проповеди баптистов. И вот 7 января 1991 года я легла спать, и мне не спалось. У меня было так хорошо на душе, невозможно выразить словами. Я не понимала, что происходит со мной. И вдруг пришла мысль, неужели я поверила в Бога? Внутри была неописуемая радость, какую я никогда в жизни не испытывала. И вот с этого памятного вечера моя жизнь буквально перевернулась. Я просто летела на собрание к баптистам и на занятия в университет. Само имя Иисус Христос наводило на меня такой трепет и ревность, что мне казалось, что я могу отдать за Него свою жизнь. Я помню вечера, когда мы вдвоем с мужем сидели и говорили. «Саша», — говорила я, — «что со мной творится?» Я никогда не думала, что вера в Бога принесет столько радости. Мой муж отвечал, «Да что тут особенного?» И иногда даже начинал раздражаться и злиться. И это я могу сравнить с тем, когда мать показывает своего новорожденного ребенка мужу и говорит, «Смотри, какая радость у меня!» А он отвечает, «Я ничего не вижу, у тебя в руках пусто». И даже сердится, считая ее глупой. Но Христос был со мной, я нашла то, что искала. И доводы мужа и его раздражения меня уже не трогали. Как я попала в православие? Очень просто. Бог дает по сердцу. У меня возник вопрос, почему Бог один, Библия одна, а столько разделений на деноминации. Через книги и занятия в университете я узнала, что истинное спасение в православии. И я пришла в начавшуюся формироваться общину Игнатия Тихоновича. Не скрою, мне было интересней у баптистов. Стихи, музыка, пение, сидение на скамьях. Но я искала спасения и рисковать этим не стала. Да и Бог помог мне определиться. После нескольких месяцев посещения баптистов, я немного охладела к их собраниям. Чувствовала, что нужно сделать выбор. И вот однажды, сидя на собрании, я ощутила сильное смущение внутри. Мне казалось, что у меня на голове горит платок. Я ясно услышала голос внутри себя, встань и уйди. У меня было ощущение белой вороны. Я бы вышла, но пришлось ждать конца, так как моя дочь сидела среди детей в центре зала. Обращение ко Христу у меня произошло в 36 лет. И вот сейчас я на узком и тернистом пути. Сколько побед и поражений я испытала. Слава Господу, который нашел меня, омыл и ведет меня, и мне подобных спасительным путем Царства Небесное. 1.03.2006 год. Малютина Раиса Юрьевна. 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 Никулина. Никулина. 45.20.42.86. Иезекииль.22.30. Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. 2.11.17. Но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел. Билеты куплены, и тронулся автобус, перекрестившись, завалился спать. А надо бы, молясь, глядеть всем в оба, не то под лед спроворимся опять. Опасности расширили захват. На встречной полосе смерть распахнула руки. Посмертно выявят, кто будет виноват, и покалеченным кровь выделят по группе. Задолго до рождения я мишень, микробом, что текут по пуповине. Меня высчитывают все, кому не лень, хотя как будто числись не повинны. Но смертный приговор уже меня согнул, и участи моей заинтересован враг. И выхода мне нет, лишь только щель одну. Еще и неизвестно, кто мне там будет рад. В коляске, на закорках, и у отца под мышкой, рискую приземлиться головой вниз. И, видимо, тогда сподобился расслышать, как ненадежно махонькая жизнь. Затмились первые и шаткие шаги. Падения, кувырки, познания мира. Ударов тысячи, как не страстились мозги. По крохам, по извилинам все шире. И вспышка молнии на выходе в упор не испепелила, страху нагнала. Задумался, как следует с тех пор, об участи посмертной, где все сгорит дотла. Что в общем хоре слабый голосок, когда об этом столько и повсюду, но все же радостно сказать по силам смог. Когда такой раздрай вселенская остуда. Христа принял, он верой наградил. Возвысил над прошедшим, подтянул Голгофе. И цель конечная вплотную, не вдали. Как жаль, что многие сильнее меня оглохли. 02.03.06. Игнатий Лапкин Вопрос 3942. 27 том, открытым оком. Раньше фигурировали такие цифры, что в Бога верят 91% жителей Земли. И такой же процент среди лауреатов Нобелевской премии. А как дело обстоит ныне? Ответ. Есть статистика, которую никак не проверить невозможно. Никак не проверить. Откуда ты взял не проверить? Здесь нету не проверить. Никак проверить невозможно. Но из нее видно, что где живут более комфортно, богаче, там во Всевышнего меньше верят. Так что процент верующих может колебнуться весьма существенно в одну ночь и в ближайшее же время после пятницы. Кавычки открыты. По результатам исследования, проведенного ассоциацией Голап, 66% жителей планеты считают себя людьми религиозными. В России этот показатель ниже общемировых. В среду, Международный день терпимости, ассоциация исследовательских компаний Голап Интернешнл обнародовала данные международного исследования, посвященного приверженности к религии в разных странах. Эксклюзивный представитель Гол... Не считай там щитом, просто так дальше. В России и странах СНГ исследовательский холдинг совместно с исследовательскими компаниями других стран, входящими в состав, принял участие в международном проекте, который проводился в мае-июле текущего года. В общей сложности в ходе исследования было оброшено 50 тысяч человек из 65 стран, мнение которых представляют взгляды более чем 1,3 миллиардов мирового населения. Согласно результатам исследования, 2,3, 66% земли, жителей планеты считают себя людьми религиозными, вне зависимости от того, посещают они место религиозного поклонения или нет. Четверть опрошенных 25% напротив назвали себя нерелигиозными людьми, и только 6% сказали, что являются убежденными атеистами. Во всех регионах, в которых проводилось исследование, насчитывается преобладающее количество религиозных людей. Наиболее сильна приверженность к религии на африканском континенте, где 91% респондентов назвали себя религиозными. В Латинской Америке этот показатель составил в среднем 82%, на Ближнем Востоке 79%, в Северной Америке 73%, в странах Западной, Греция наиболее религиозная страна среди западноевропейских стран, 86%, а Норвегия наименее религиозная, 36%, и Восточная Европа 60%. Исключением здесь является Чехия, где 51% населения считают себя нерелигиозными, а 20% являются атеистами. Наивысшие показатели религиозности были обнаружены в Косово, 86%, в Македонии, Польше и Румынии, 85%, во всех трех странах. Азиатско-Тиахиканский регион по праву может называться регионом контрастов. В нескольких странах, например, на Филиппинах 90%, и в Индии 87%, приверженность к религии очень сильна, в то время как в Таиланде и Японии выявлено наибольшее число респондентов, называющих себя нерелигиозными, 65% и 59% соответственно. Гонконг единственная страна в мире, страна, где доля убежденных атеистов превышает половину жителей страны, 54%. С точки зрения социодемографических показателей, женщины – 71%, более религиозные по сравнению с мужчинами – 61%. Рост религиозности наблюдается с увеличением возраста. Среди населения старше 50 лет религиозных людей больше – около 70%, чем среди тех, кому менее 30 лет – 63%. На религиозность оказывает влияние также уровень образования и доход. Респонденты без образования или с начальным уровнем образования более религиозны – 76%, чем респонденты со средним – 62% или выше – 64% образования. Также приверженность религии выше среди населения с низким доходом – 70%, чем со средним и высоким – 63% и 62% соответственно. Такова общая картина приверженности к религии во всем мире. В рамках проекта Voice of the People исследовательский холдинг провел в России аналогичный опрос. Его результаты несколько отличаются от общемировых. Всего было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и населенных пунктах России. Результаты опроса представляют мнение взрослого населения страны. Как показало исследование, 57% россиян считают себя людьми религиозными. Причем в Южном федеральном округе был зафиксирован самый высокий показатель – 62%. В городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек респонденты несколько чаще называли себя религиозными – 62%. Женщины в целом более религиозны по сравнению с мужчинами – 66% против 46% соответственно. Интересен тот факт, что среди молодых людей зафиксирован достаточно высокий уровень религиозности – 58%. Самые высокие показатели религиозности у пенсионеров – 65%. А самые низкие у граждан в возрасте 25-34 лет – 49%. Исследование показало, что среди обладателей начального образования, а также жителей с низким или средним уровнем дохода, количество людей, считающих себя религиозными, несколько выше 60%. Нерелигиозными людьми считают себя 36% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке. Об этом говорили жители центрального и северо-западного федеральных округов – 40% и 41% соответственно. А также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек – 42%. Мужчины несколько чаще называли себя людьми нерелигиозными – 43%. Среди женщин этот показатель составил 30%. Респонденты в возрасте 25-34 лет – в 4 случаях из 10 – 43% – говорили о том, что считают себя людьми нерелигиозными. Это самый высокий показатель по выборке. Также часто об этом говорили обладатели высокого уровня доходов – 41%. Убежденным атеистом считает себя каждый 20-й россиянин – 4%. Больше всего таких людей проживает в северо-западном федеральном округе – 8%, а также в сельской местности – 8%. Псалом 77-34-37. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их. И листили ему устами своими, и языком с ним лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Осия 5.15. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Осия 7.14. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложе своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Когда свет месяца бесстрастно озаряет, заснувший ночью мир и все, что в нем живет, порой кажется, что свет тут проникает к нам, вот отшедший мир, как под могильный свод. И мнится при луне, что мир наш, мир загробный, что где-то, до того, когда-то жили мы, что мы не мы, послед других существ подобный, жильцам безвыходной таинственной тюрьмы. И мы снуем по ней какими-то тенями, чужды грядущему и прошлое забыв, в дремоте тягостной, охваченной снами, не жизнь, но право жить, как будто сохранив. Случевский Константин Вопрос 3832 26-й том открытым оком В тесных обстоятельствах при нехватке жизненного важного поведение неверующих сильно ли разнится от поведения верующих? Ответ Неверие всегда полное, и оно почти не растет. Поэтому может статься, что у верующего статус его новозвания вначале и не очень будет его выделять в стане безбожных. Но с каждым разом, как он будет читать Библию, он все больше будет видеть, что его место не там, где крики недовольства. В душе же он с самого начала будет чувствовать водительство Духа Святого, который подскажет, что верно. А люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Мы в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Мы им объяснили, чтобы не ругаться. Мы просим вас, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это иностранцы. А вы, прошу прощения, кто такие? Но снова объяснил администратор. Я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие? А люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Мы ж в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. А мы живем в мертвящей пустоте. Попробуй надави. Так брызнет гноем, и страх мертвящий заглушаем воем. И те, что первые, и люди, что в хвосте. И обязательные жертвоприношения. Отцами нашими воспетые не раз. Печать поставили на наше поколение. Лишили разума, и памяти, и глаз. 1979 год. Владимир Высоцкий. Притча 25-23. Северный ветер производит дождь, А тайный язык – недовольные лица. Иуда 1-16. Это ропотники, ничем не довольные, Поступающие по своим похотям, Нечестивые беззаконно. Уста их производят надутые слова, Они оказывают лицеприятие для корысти. Мне самого себя не жаль, Я принимаю все дары Твои, о Боже. Но кажется порой, что радость и печаль, И жизнь и смерть – одно и то же. Спокойно жить, спокойно умереть – Моя последняя отрада. Не стоит ни о чем жалеть, И ни на что надеяться не надо. Ни мук, ни наслаждений нет. Обман, свобода, любовь и жалость. В душе бесцельной жизни след, Одна тяжелая усталость. Из преисподней вопию я, Жалом смерти уязвленный, Росу небесную Твою пошли, В мой дух ожесточенный. Люблю я смрад земных утех, Когда в устах к тебе моленья. Люблю я зло, люблю я грех, Люблю я дерзость преступления. Мой враг глумится надо мной, Нет Бога, жар молитв бесплоден. Впаду ленись перед тобой, Он молвит, встань и будь свободен. Бегу ли вновь к твоей любви, Он искушает, горд и злобен. Дерзай, познание плод сорви, Ты будешь силой мне подобен. Спаси, спаси меня, я жду, Я верю, видишь, верю чуду. Не замолчу, не отойду, И в дверь твою стучаться буду. Во мне горит желанием кровь, Во мне таится семя, тленье, Отдай мне чистую любовь, Отдай мне слезы умиленья, И окаянного прости, Очисти душу мне страданием, И разум темный просвети, Ты не мерцающим сияньем. Мережсковский, Д.С. Ефесянам 4.14 Дабы мы не были более младенцами, Колеблющимися и увлекающимися Всяким ветром учения, По лукавству человека, По хитрому искусству обольщения, Ефесянам 2.1.2 И вас, мертвых по преступлениям И грехам вашим, В которых вы никогда жили, По обычаю мира сего, По воле князя, Господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне В сынах противления. Неверие в Слово Божие Дозволяет так называемым Слабоверующим Кощунствовать над творением Божиим, Над замыслом Создателя Относительно человека. Нероскошной я Венере, Неуродливой химере, В гимнах жертву воздаю, Я похвальну песть пою, Волосам от всех почтенным, По груди распространенным, Что под старость наших лет Уважает наш совет. Борода придорогая, Жаль, что ты не крещена, И что тело часть срамная, Тем тебе предпочтена. Попечительна природа О блаженстве смертных рода, Несравненной красотой Окружает бородой, Путь, которым в мир приходим И наш первый взор возводим, Не явится борода, Не открыты ворота, Борода придорогая, И так далее, Борода в казне доходы Умножает по вся годы, Кержен сам, любезный брат, С радостью двойной оклад, В сбор за он ее приносит, И с поклоном низким просит, Вещный пропустить покой Безголовым с бородой, Не напрасно удерзает, Верно о свой прибыток знает, Лишь разгладит он усы, Смертный, не боясь грозы, Скачет в пламень суеверы, Сколько с обе и печеры, Сколько после них богат домой Достает он бородой, Ой, коль в свете ты блаженна, Борода, глазам замена, Люди общеговорят, И по правде то твердят, Дураки, врали, Проказы были бы без ней, Без глаза, Им в глаза плевал бы всяк, Ею цел и здрав их зрак, Если правда, что планеты нашему подобны светы, Кончи вон их мудрецы, И всех пущать там жрецы, Уверяет бородою, Что на сне здесь головою, Скажет кто, Мы правды тут, С трубе там того сожгут, Если кто невзрачен телом, Или в разуме незрелом, Если в скудости рожден, Либо чином непочтен, Будет взрачен и рассуден, Знатен чином и нескуден, Для великой бороды, Таковы ее плоды, Через многие расчесы Заплету тебя я в косы, И всю хитрость покажу, По всем модам наряжу, Через разные затеи Завивать хочу тупее, Дайте ленты, кошельки И крупичатой муки, Ах, куда с добром деваться, Все уборы не вместятся, Для их многого числа Борода не доросла, Я крестьянам подражаю, И как пашню удобряю, Борода теперь прости, В жирной влажности расти, В 1759-м Михаил Васильевич Ломоносов, Не ожидал такого, да? Да, Левитом 1927, Не стригите головы ваши кругом, Кругом, И не порти край бороды твоей, Вторая царствия 10.4.5, И взял анон слуг Давидовых, И обрил каждому из них половину бороды, И обрезал одежды их наполовину, Дочресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, То он послал к ним навстречу, Так как они были очень обесчищены, И велелся рассказать им, Оставайтесь в Ерехоне, Пока отрастут бороды ваши, И тогда возвратитесь. Марка 13.19.20 Ибо в те дни будет такая скорбь, Какой не было от начала творения, Которое сотворил Бог, Даже до ныне и не будет, И если бы Господь не сократил тех дней, То не спаслась бы никакая плоть, Но ради избранных, Которых Он избрал, Сократил те дни. Марка 6.5. И не мог совершить там никакого чуда. Не знаю я, Где святость, где порог, И никого я не сужу, не меряю, Я лишь дрожу поед вечной потерю, Кем не владеет Бог, владеет рог. Ты был на перекрестке трех дорог, И ты не стал лицом к его преддверию, Он удивился твоему неверию, И чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение, Не поздно, близок он, Бежим, бежим, И если хочешь, первый перед ним, С бездумной верой склоню колени я, Не он один, Все вместе совершим, По вере и чудо нашего спасения. 1907. Зинаида Гиппиус. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, Что он есть, И ищущим его воздает. 1 Иоанна 5.10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, Неверующий Богу представляет его лживым, Потому что не верует в свидетельство, Которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Неверующий и рай представляет по своему разумению, И особенно в этом изощряются поэты, Не имеющие страха Божия. Если Бог нас своим могуществом После смерти отправит в рай, Что мне делать с земным имуществом, Если скажет он, Выбирай? Мне не надо в раю тоскующий, Чтобы покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, Что на грешной земле жила, Злою, ветреную, колючую, Хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила И не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных Мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно Там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, Чтобы мучиться от разлук, Чтобы помнить при расставании Боль сведенных на шею рук. Взял бы в рай с собой все опасности, Чтоб вернее меня ждала, Чтобы глаз своих синей ясности Дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, Чтобы было с кем пировать, И врага, чтоб минуту скверную По земному с ним враждовать. Не люби, не тоски, не жалости, Даже курского соловья, Никакой самой малой радости На земле бы не бросил я. Самой малости, а не радости. Самой малости На земле бы не бросил я. Даже смерть, если бы было мыслимо, Я бы на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, В рай с собой бы захватил. И за эти земные корысти, Удивленный меня кляня, Я уверен, что Бог бы В скорости вновь на землю Столкнул меня. 1941-й Симоновка. Ривлянам 14-17 Ибо царствие Божие не пищи питье, Но праведность и мир И радость во Святом Духе. 1 Корифинам 2-9 Ну как написано, Не видел того глаз, Не слышало уха, И не приходило то на сердце человеку, Что приготовил Бог любящим его. Земля трясется, может быть, Не чаще, чем век назад. И так же, как тогда, Шатается людское счастье И устанавливается беда. О шаткости, о бренности, О тленности, разрушенные города Задумались о том, О чем по ленности не думали, Пока земля тверда. Жилье внезапно, потерявший житель, Склонился перед натиском идей, Задумался, Всеблаг ли вседержитель? Зачем ему мучение людей? Но как столетия назад Тревога в том, Где спать, О том, что есть, Глушит сомнение благоволения Бога, Откладывает прение, Он есть, Бог высоко, До Бога далеко, Присутствие его неощутимо, И трогая трехдневную щетину рукой, Сгущенное вскрывает молоко. Слуцкий Борис, Исайя 24,18 Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, И кто выйдет из ямы попадет в петлю, Ибо окна с небесной высоты растворятся, И основания земли потрясутся. Иосия 6,3 И так познаем, Будем стремиться опознать Господа, Как утренняя заря явление Его, И Он придет к нам, Как дождь, Как поздний дождь орастить землю. Исайя 17,3 Ревут народы, Как ревут сильные воды, Но Он погрозил им, И они далеко побежали, И были гонимы, Как прах по горам, От ветра, И как пыль от вихря. Вопрос 3857, 26, Открытым оком. Слово Божие призывает нас радоваться, И при том всегда. Но как это может быть, Если столько печали, Столько подлости, Даже от близких людей? Ответ. Без Бога это, конечно, невозможно. Но когда молишься и добавляешь, Что да будет воля Божия, То любое решение, Которое до глубины души огорчает, Снова на молитве рассматриваешь и видишь, Что это наилучший вариант, Дарует Господь наш. Филиппийцам 4,4 Радуйтесь всегда в Господе, И еще говорю, радуйтесь. Иоанна 16,22 Так и вы теперь имеете печаль, Но я увижу вас опять, И возрадуется сердце ваше, И радости ваши никто не отнимет у вас. Грустно смотрю я на жизнь, Как в окно на ненастную осень, Словно холодный туман, Всю природу сокрывший от взора. На родственной мглы пелена Облекает весь мир наш духовный, Разум и яркое солнце Не может лучом благотворным Эту мглу пронизать И достигнуть до нашей юдоли. Помню, когда-то простор Расстилался красиво перед нами, Помню, виднелися нам, Нас зовущие вдаль горизонты, Ныне ж взглянули вокруг, Ничего ниоткуда не видно, Кроме безжизненной, серой, Отсюда нахлынувшей муте. Жизнь и явления застыли, Недвижны крылатые мысли, Сердце любить опасается, Замерновещее слово. Страшно подумать, Что жизнь вызовется подобие смерти, Жутко в себя заглянув, Сознать, что один за другим Все отлетели, поблекнув, Живые когда-то надежды. Словно в ненастную осень, Последний из дерева листья, 1879, А, жемчужников, Псалом 118, 49, 50. Вспомни слово твое к рабу твоему, На которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, Что слово твое оживляет меня. Да нет сомнения в том, Что жизнь идет вперед, И то, что сделано, То сделать было нужно. Шумит, работает, надеется народ, Их мелочь радует, Им помнить недосужно. А все же холодно, И пусто так кругом, И жизнь свершается Каким-то смутным сном, И чуется сквозь шум Великого движения Какой-то мертвый гнет Большого запустения. Пугает Вечный шум безумной толчаи, Успехов гимнущих, Ненужных начинаний, Людей, ошибшихся в избрании и призвании, Существ, исчезнувших, Как на реке струи. Но не обманчиво ли то чувство запустения, Быть может, устают, Как люди поколения, И жизнь молчит тогда В каком-то забытии. Она родильница, Встречает боль слезами, И ловит бледными и холодными губами Живого воздуха ленивой струи, Как Каслучевский. А вот, Чтобы заслышал Крик рожденного создания, Вздохнуть и позабыть все, Все свои страдания. Псалом 41,6 Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Уповай на Бога, Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Лука 21,25 И будут знамения в солнце, И луне, И в звездах, И на земле уныния народов, И недоумение, И море восшумит, И возмутится. Душа моя печальница, О всех кругу моем, Ты стала усыпальницей, Замученных живьем, Тела их бальзамируя, Им посвящая стих, Рыдающие лиры, Оплакивая их. Ты в наше время шкурная, За совесть и за страх, Стоишь могильной урною, Покоящей их прах. Их муки совокупные, Тебя склонили ниц, Ты пахнешь пылью трупную Мертвецких и гробниц. Душа моя скудельница, Все виденное здесь, Перемолов, как мельница, Ты превратила в смесь. И дальше перемалывай Все бывшее со мной, Как сорок лет без малого Погосный перегной. 1956 Борис Пастернак Иаков 1,3,5 Знаю, что испытание вашей веры Производит терпение. Терпение же должно иметь Совершенное действие, Чтобы вы были совершены Во всей полноте, Без всякого недостатка. Если уж у кого из вас Не достает мудрости, Допросит у Бога, Дающего всем просто И без упреков, И дастся ему. Есть у свободы враг, Опаснее цепей, Страшнее насилие, Страдания и гонения. Тот враг неотразим, Он в сердце у людей, Он всем врожденная Способность примирения. Пусть цепь раба тяжка, Пусть мощная душа, Тоской под дермом, Стремится к лучшей доле, Но жизнь еще вокруг Так чудно хороша, И в ней так много благ, И кроме гордой воли. По 17.84 на отцом, Семен Яковлевич. Исайя 57.21 Нет мира нечестивым, Говорит Бог мой. 4.Царс 9.22 И когда увидел Иоарам и Иуя, То сказал, С миром ли Иуй? И сказал он, Какой мир при любодействии Иезавели, Матери твоей, И при многих волхвованиях ее? 5.Желаю вам цвести, Расти, Копить, Крепить здоровье, Оно для дальнего пути Главнейшее условие. 6.Пусть каждый день И каждый час Вам новое добудет, Пусть добрым будет ум у вас, А сердце умным будет. 7.Вам от души желаю я, Друзья, Всего хорошего, А все хорошее, друзья, Дается нам недешево, Смым маршак. Притча 19.4 8.Богатство прибавляет Много друзей, А бедный оставляется И другом своим. Лукаш 16.9 И я говорю вам, Приобретайте себе, Друзей, Богатством неправедным, Чтобы они, Когда обнищаете, Приняли вас в вечные обители. Жизнь капризна, Мы все в ее власти, Мы ворочим И ругаем житье, Чем труднее она, Чем опасней, Тем отчаяннее любим ее. Я шагаю нелегкой дорогой, Ямы рытвины, Только держись, Но никто не придумал ей, Богу, Ничего, Что прекраснее, Чем жизнь. Расул Гамзатов, Исайя 52.7 Как прекрасны на горах ноги Благовестника, Возвещающего мир, Возвещающего радость, Проповедующего спасение, Говорящего Сиону, Воцарился Бог твой. Иеремия 13.16 Воздайте славу Господу, Богу вашему, Доколе он еще не навел темноты, И доколе еще ноги ваши Не спотыкаются на горах мрака, Тогда вы будете ожидать света, А он обратит его в тень смерти, И сделает тьмою. Все. Может продолжим до часа, И будет часовой ролик один. Нет, она там была, Ну, длинная оказалась, Все, у нас полчасовые. Оставить. Видите. Она дальше потянула.